Вы знаете, после того, что нам ночами не давали спать, смотреть еще и Балаган подробно я, конечно, не посмотрела, но кое-что могу вам сказать. Но это кое-что заключается в том, что они избирательно вырезали тех, кто, наверное, воспринимается российским Люмпиным как самые зажравшиеся. То есть это коснулось Киркорова и Милявской, но это не коснулось Билана. Обратили ли вы внимание, что все-таки он, несмотря на то, что тоже присутствовал на так называемой голой вечеринке, хотя я бы, вы знаете, даже, наверное, переименовала ее бы в голую вечеринку Собчак, потому что не только уже я, но и многие блогеры пришли к выводу, что основным подстрекателем и провокатором на этой вечеринке была как раз Собчак, и она, судя по всему, устраняла таким образом свою конкурентку, Нивлееву, которая, видимо, уже надоела и администрации президента, она имеет 20 миллионов подписчиков, в общем-то, позволяла себе критику, и, вероятнее всего, здесь сошлись интересы Собчак и администрации очередной раз, потому что она это всякий раз использует и в своих интересах тоже, то есть в Троянской кобыле и в оппозиции 2011 года, то теперь она, вот так сказать, общим вот этим совместным мероприятием совместила для себя устранение конкурентки и возможность выслужиться очередной раз. Но вот я хотела бы подчеркнуть, что, тем не менее, то ли Яна Рудковская со своими натруженными пальцами сочинской массажистки подключилась и как-то выскребла из-под вот этого запрета или стоп-листа Билана, но, тем не менее, он и там снял пиджак и, в общем-то, можно сказать, продолжил бы и дальше, наверное, эту голую вечеринку, так как в целом он имеет эту тягу к раздеванию. Вот, и поэтому удивительно, но, значит, достаточно было показать вот этим россиянам или Юнкину, скажем так, то, что смотрят эти новогодние голубые огоньки, я вообще не представляю. Я думаю, что трафик этого всего наверняка стал уже гораздо меньшим, потому что это надоело. Все наиболее способные, талантливые давным-давно туда уехали, но осталось прям, ну, совсем всего такое, в общем, отребье. И что, тем не менее, вот видите, санкции вот эти же даже, которым призывали ватные патриоты, сработали только на узкий круг, соответственно, потому что Киркоров очень долго торговал этой роскошью. А надо было показать россиянам, что там эти ваши подорожавшие золотые яйца, что вы не можете порезать лишний салат на свой стол. Вот посмотрите, что сделали с, как это, так называемым самопровозглашенным королем этой эстрады. То есть, если звезды гасят или, я бы даже сказала, мочат, то это кому-то надо. И в данном случае они сделали это, вот видите, таким вот таким-то иезуитски избирательно. То есть, они должны были скормить что-то такое на новогодний стол. Ну, и, видимо, как раз-таки, потому что вырезали его из этих всех эфиров и так далее, то это как раз тема, которую, очевидно, Люмпин должен был с точки зрения администрации мусировать и заедать, так сказать, невкусные вот эти свои блюда на столе, в которых явно не доставало яиц. Те кратеные мысли, модные красивые словечки ползают тихонько с краю жизни, тусклые, как тени, человечки! Ну, добрый вечер! Меня часто спрашивают особо одаренные подписчики, зачем? Зачем вы показываете Марию Максакова? Очень просто. И все очень просто. Затем, что когда она в следующий раз вернется, а она возвращалась, я напомню, что она эмигрировала на Украину в 2016 году, а три года назад она приехала с триумфом. Здесь просто прошлась по федеральным каналам, раздавала интервью за деньги, мелким бесом вокруг нее вообще все ходили. Так вот, когда она в следующий раз приедет с таким же триумфом и будет ходить здесь как победительница, чтобы хоть кто-нибудь, хоть кто-нибудь вспомнил, что она в течение этих лет говорила. Потому что она говорила и до своего возвращения тогда, в январе 21-го года. Золотая рыбка. Станислав Садельцев.